как самостоятельно создать рабочий прототип социального стартапа что такое рабочий прототип что такое социальный стартап все об этом я расскажу сегодня далее сегодняшний план такое у нас сегодня будет 12 пунктов давайте познакомимся во-первых меня зовут алексей ницца если вы знаете и следите за теплицей социальных технологий то вы наверное знаете что я веду вебинары такие как этот также я занимаюсь мероприятиями мы проводим хакатоны и в том числе я раньше делала скринкасты и писал статьи да и собственно мы делаем онлайн мероприятие оффлайн мероприятие и пишем много чего полезного о технологиях интернета и так далее если даже вы не работаете в каком-то некоммерческом проекте да в любом случае вы можете найти на нашем сайте много чего полезного так как мы создаем много контент у нас есть youtube канал поэтому я очень сильно рекомендую на него подписаться чтобы получать обновление это реально действительно очень важно для нас потому что контента очень много и хочу остановиться на двух плейлистах которые у нас есть это записи вебинаров и второй плейлист это видео уроки теплицы это такие небольшие видео где мы рассказываем как пользоваться какими-либо сервисами программами и так далее то есть это тоже вам будет очень полезно когда вы будете работать над своим проектом и так онлайн школа теплица или онлайн школа социального прототипирования мы проводим хакатона и проводим уже там более трех лет то есть мы проводим такие двух-трех дневные мероприятия когда приглашаем разных людей из разных сфер приглашаем авторов проектов авторов идеи проектов да и где совместными усилиями мы работаем над этими проектами и стараемся чтобы в конце там нашего мероприятия получилось что-то какой-то прототип который будет уже работать и который можно показать более подробно понять о наших хакатонах что это такое я для этого проводил в пятнадцатом году вебинар где пытался более подробно рассказать что это за формат чем он отличается от обычных технологических хакатонов многие на самом деле очень скептически относятся к слову хакатон для кого-то это хахатон что-то смешное кто-то выговорить не может кто-то еще что-то в общем если говорить более простым языком то это некая такая творческая мастерская и собственно цель онлайн школа до показать что с помощью интернета технологии можно самостоятельно создать свой социальный стартап как вы видели что у нас будет три вебинара первое это сегодня следующий это 23 марта через неделю в четверг еще через неделю 30 марта и так значит концепция была следующая очень хотелось чтобы в этой школе приняли участие три целевой аудитории если вы решили заняться социальным предпринимательством хотите делать социальный проект хотите работать над своим проектом понятно что в одиночку вы не сможете этого делать поэтому несколько моментов во первых самый главный инструмент у вас в этот раз должен должна стать это закрытая группа пожалуйста используйте на все 100 спрашивайте у людей мнение комментируйте пишите делайте все что угодно да если какие-то проблемы если там что-то закрыто сейчас в группе пишите мне я открою там какие-то возможности и так далее то есть мы сейчас это единое сообщество которое может делать что-то полезно да и мы должны использовать силу друг друга и возможности друг друга потому что нас все-таки больше 100 человек а это поверьте мне достаточно много для того чтобы делать реально что-то крутое вот это первое второе хочу сказать про сертификаты меня уже сегодня спрашивали понятно что это не сертификат какого-то вуза да там он не ценится где-то в том числе там не знаю но тем не менее это все-таки классная штука это будет действительно и онлайн и оффлайн сертификат ну то есть этот цифровой сертификат и распечатан в виде и решение было следующим что его получит только тот кто принял участие во всех вебинарах и сделал все задания и к вопросу опять же один в поле не воин наверное несколько человек здесь присутствует из другого курса потому что если вы знаете есть такой импакт хаб москва и он проводит ежегодную программу для социальных предпринимателей который называется social impact of art это такая достаточно долгая годовая программа и сейчас идет бесплатный онлайн-курс и до 16 апреля вы можете подать заявку на участие в дальнейшем развитии своего проекта значит во первых вы можете перейти по ссылке посмотреть что это такое если не знаете еще но тут вот на этом слайде отразил как бы все преимущества пытался сформулировать это действительно очень простым и детским языком что было понятно что косоциально значимый проект это проект который решает социальную проблему то есть это ту проблему которая прямо или косвенно влияет на человека и общество просто что если я хочу эти проблемы решать с помощью войти или интернета складываем уравнение у нас получается некое такое понятие которое мы используем достаточно давно это так называемое гражданское приложение гражданские приложения что это такие это это сайты онлайн-сервисы или мобильные приложения которые решают важную общественную проблему за то время сколько мы существуем это четыре года до мы описали 438 гражданских приложений во всем мире как пример чтобы было понятно что это такое например красивый петербург кто живет в петербурге или в других городах где есть собственно вот это сообщество вы должны там знать что такое если не знаете я расскажу значит это общественное движение в котором все участники собственно просто занимаются именно волонтерских началах и цель какая что с помощью ресурса вот этого онлайн они создали возможность подавать заявки у них уже есть мобильное приложение кстати которое называется красивый мир она действует в разных городах россии вы можете подавать заявки на исправление каких-то вещей в городе например там какие-то парковки там ямы на дорогах что-то еще и так далее то есть вот пример того как с помощью интернета можно создать что-то что позволяет вам решать какую-то проблему и это действительно гражданское приложение потому что она является как бы она создана людьми которые занимаются на волонтерских началах это приложение мобильное которое позволяет вам внести контакты и в случае чего там есть такая тревожная кнопка помощь вы можете нажать и вашим контактом будет отправлено сообщение либо на mail либо sms либо звонок вот и также тут есть кризисный центр вообще но не все так просто и вот моменты по каким причинам и переходим к другим понятиям немножко сейчас и давайте говорим поговорим о том какие проблемы существуют у гражданских приложений как я уже говорил большинство это создается либо активистами либо некоммерческими организациями то есть это независимыми какими-то людьми либо людьми которые работают вот некоммерческих организаций модели финансирования это либо какие-то гранты либо фандрайзинг либо краудфандинг да фандрайзинг это когда вы просто собираете деньги да например на своем сайте разместили такую кнопочку помочь да и люди могут вам перечитать деньги безвозмездно да либо краудфандинг когда вы используете платформу например планету ру либо бум стартер да и тоже собирается деньги на какую-то важную вещь и взамен вы даете людям что-то самая главная проблема гражданских приложений состоит в том что нет у большинства устойчивой бизнес модели то есть нет конкретного хорошего источника финансирования постоянного то есть часто бывает так что вы получаете грант например да он имеет какой-то срок и какую-то сумму да он заканчивается что делал дальше вы на собирали какую-то сумму на своем сайте что делать дальше вы собрали и там краудфандинг вопрос что делать дальше устойчивая бизнес модель предусматривает когда у вас есть постоянный приток денежных средств еще минус в том что существует некая как я говорю феодальная модель это когда условно говоря в каждом городе каждый хочет сделать такое же приложение как в другом городе это почему феодальная потому что дает как раздробленность разрозненность когда каждый сидит в своей крепости и дне какой-то централизации вот это тоже большой минус и часто эти приложения умирают и это связано с тем что не набирается критическая масса пользователей как раз это и вытекает из предыдущего что нет централизации и вопрос да что же с этим делать есть понятие социальное предпринимательство как ни странно это действительно выход и тоже есть много понятия определения что это такое важно что здесь есть такое понятие как критерий успешности социального воздействия либо вклада зависимости от того как мы переводим это social impact но безусловно если сравнивать с нормальным бизнесом то здесь конечно же прибыль она принимается во внимание но только как способ продвижения достижения ваших целей социальных целей я считаю что социальное предпринимательство это бизнес с устойчивой бизнес-моделью который создан для решения социальной проблемы а прибыль реинвестируется в развитие масштабирования то есть условно говоря что стали предпринимательство это когда вы зарабатываете деньги вы делаете бизнес на решении проблемы несколько примеров социального предпринимательства в россии я лично знаете два проекта и знаю людей кто этим занимается первое это гузель санжапова которого уже делает несколько проектов но в принципе это все объединено одной целью что есть некая деревня где живет ее бабушка и она там создает рабочие места давая им возможность зарабатывать деньги обустраивать свою деревню с помощью того что они например производят какой-то продукт например это мед с ягодками то есть это просто продукт который продается у нас например в москве мы его покупаем эти деньги идут на то чтобы потом эта деревня становилась лучше и там можно было что-то построить новый и так далее можете прийти по ссылке потом почитать это действительно интересно и второй пример самый яркий который я знаю потому что я знаю дашу очень много лет и она действительно классная она сделала charity shop это магазин где такая модель что люди сдают бренду одежду компании сдают брендовую одежду это брендовая одежда потом продается а вырученные деньги идут куда-то благотворительные организации также ветошь они принимают и так далее перерабатывают это все то есть они берут у одних и дают другим и теперь вопрос а если я хочу заниматься социальным предпринимательством использовать айти вот что делать вот здесь я ввожу такое как бы понятие как раз социального стартапа и вот и снова стартапы вот тут было про стартапа его давайте сейчас поговорим значит в чем собственно сути почему многие так отрицательно относится к стартапу вообще что это такое на самом то деле и может быть я просто вещи говори но очень важно чтобы вы понимали о чем речь так стартап вообще-то да первый раз вообще этот термин который появился в 76 году вот и он обозначал компании с короткой историей операционной деятельности которые только начали свою деятельность в переводе с английского стартап переводится как буквально вот стартующий начинающий да и как правило эти компании они созданы недавно находятся в стадии развития и исследования перспектив рынков и стартапом может быть названа организация которая создает новый продукт или услугу в условиях высокой неопределенности вот ключевое слово высокой неопределенности вы когда создаете свой сервис какой-то да вы создаете его в условиях высокой неопределенности то есть проекты которые находятся поиске устойчивой бизнес модели если мы ищем модель до по какой у нас будет все это работать хорошо отлажено несколько месяцев год хотя бы да там несколько лет там, не знаю, сейчас уже, наверное, нельзя так говорить, слишком много все меняется быстро, то тогда мы можем говорить, что этот проект – это именно стартап. И тогда мы вводим все-таки понятие социального стартапа, то есть это социальное предпринимательство с IT. И как это может реализовано быть? Вот если вообще взять все проекты и разбить их на группы, то, в принципе, можно получить такую схему. Всего их шесть. Если вы найдете какую-то седьмую, можете сказать мне «я дополню». Значит, первое – это сайт, лонгрид, лендинг и все, что связано вообще с сайтами. Второе – это мобильные приложения. Третье – это чат-боты. Четвертое – это краудсорсинговые платформы. Это все, что касается карт, обозначения на картах. Это все, что связано, например, когда вы делаете платформу, где есть две целевые аудитории, вы как-то их связываете с помощью этой платформы, где пользователи сами генерают контент или что-то делают. Вот это вот все-таки краудсорсинг. Пятое – это виртуальная реальность с дополненной реальностью. Шестое – это гибридное онлайн-офлайн-решение, когда вы берете онлайн-решение и связываете его с оффлайном. Про сайты, наверное, все понятно, да, но как бы сайты – они и сайты везде, но чем они отличаются? То есть, как видите, в первую очередь сайт может быть элементом и инструментом для привлечения внимания к проблеме и для сбора пожертвований. А второй пункт – это мобильное приложение. Я привел здесь хороший пример, для меня хороший, потому что я очень сильно люблю, называется проект Be My Eyes. Что он делает? Он с помощью мобильного устройства связывает незрячих и слабовидящих людей с любыми людьми в мире, которые с помощью приложения, условно говоря, как через Skype, могут человеку рассказать, что человек другой, тот незрячий, видит перед собой. То есть, он просто берет телефон, наводит куда-то, да, то есть, там, человек незрячий, а другой человек через Skype, ну, как бы через видео, да, может говорить, вот эта бутылка там, да, например, с водой там и так далее. И вот очень важно понять, что есть несколько критериев, когда нужно мобильное приложение, когда оно не нужно. Об этом нужно задумываться, потому что стоимость создания мобильных приложений, она высока. Стоимость промо-мобильных приложений также высока. То есть, на самом деле, существует очень много шагов, чтобы дать, как бы, пользователю понять, что это приложение действительно нужно. Итак, когда вы будете думать о своем проекте, и если вы хотите делать мобильное приложение, вы должны брать во внимание следующие аспекты, что мобильное приложение нужно тогда, когда вы хотите изменить поведение, изменять поведение. То есть, предыдущий пример, он как раз говорит о том, что вы меняете поведение, вы даете возможность человеку, который не видит, видит и действует совершенно обычным образом. дальше например мобильные приложения очень хорошо работает когда нужно оффлайн контент дальше когда вам нужна большая скорость взаимодействия да потому что опять же через мобильные приложения можем быстрее взаимодействовать это например как бы как красивый петербург до сервис который приводил в пример и у них есть приложение красивый мир когда вы идете на улице с помощью мобильного телефона фотографируйте там какую-то неисправность на дороге да и сразу же отмечаете с помощью мобильного устройства потому что если вы это будете делать потом когда придете домой да там заполнить какую-то форму на сайте все совершенно не так во первых быть не точно да вас не будет возможности сделать фотографию вы не сможете сделать правильное положение геометку и так далее нужны встроенные покупки третий вариант когда нужно мобильные приложения естественно тоже и 4 специфические функции которые нет которых нет других разновидностях поэтому когда вы будете думать о в виде вашего как бы сервиса да или там какого-то проекта подумайте действительно ли нужно вам мобильное приложение переходим дальше треть это чат-боты значит наверное все знают что есть мессенджер telegram как самый простой пример да и в этом мессенджере telegram есть такое понять как чат-бот это когда программа взаимодействует с вами диалоги также как пользователь вы его например добавлять также как пользователя и например на какой-то запрос он вам отвечает что-то вот это что-то вы можете заранее заложить либо сделать какую-то там сложную систему и здесь например того как можно переводить текст то есть это яндекс транслайтер и он именно в виде чат-бота в телеграме да выводите текст потом выбираете язык и получаете перевод значит советую вам посмотреть хотя бы презентации двух вебинаров которые были это первое про вообще что нужно знать о чат-ботах что это такое и второе 2 бинар это про то как самостоятельно создать чат-боты для этого собственно вам пригодится значит это вебинар когда вы будете делать например своего чат-бота дальше переходим на следующее краудсорсинговые платформы это когда опять же вы берете платформу сайт сервис какой-то из связываете две целевой аудитории например идти волонтер это наша платформа что она позволяет делать с одной стороны она позволяет представитель некоммерческой организации просто активистам просто людям ставить задачи идти задачи условно говоря создать баннер там создать сайт нарисовать что-то логотип что-то еще сделать вот и с другой стороны есть например дизайнеры начинающие люди программисты студенты специалисты да которые хотят помочь каким-то реальным проектом они берут эту задачу выполняют по сути вот это называется краудсорсинговая платформа и виртуальная реальность дополненная реальность сейчас это вообще тоже становится в пике например все видели вот эти вот всякие шлемы виртуальной реальности да пробовали как это выглядит например видео 360 сейчас в ютюбе очень много например и на фейсбуке тоже есть и это постепенно ну там начали использовать некоммерческие организации социальные предприниматели да то есть это например погружение в проблему здесь приведен пример если по ссылке перейдете там есть описание проекта который дает вам с помощью виртуальной реальности понимание того что чувствует человек который болеет с геймером да одни ребята взяли и сделали простую вещь они взяли бездомных людей попросили их написать от руки буквы и собственно сделать шрифт таким образом получился аутентичный шрифт какого-то человека без определенного места жительства потом они взяли создали этот сервис homeless фонд на этом сайте можно этот шрифт купить и часть денег идет этому человеку бездомному и помогает естественно что для частного лица это стоит там например там 10 долларов а для компании то стоит 300 долларов соответственно если компания покупает этот шрифт то человек получает больше денег и следующий пример это также я знаю ребят из этого проекта это это балунс давайте просто расскажу суть проекта значит это проект о заболевании дистрофии дюшена когда там нарушение мышечные какие-то волокна да у детей и вот по сути long grid рассказывает историю ребенка и помимо всего прочего тут есть возможность создать паспорт пациента то есть паспорт ребенка где вы заполняете важную информацию простое решение есть сайт вы заполняете распечатываете складывать вот и все с чего начать да вот самый большой вопрос во первых когда часто мы делаем какие-то проекты я вот это очень часто вижу в том когда люди подают свои проекты мы все начинаем делать какие-то утверждения за других людей и мы думаем что наше мнение это тоже мнение что испытывают другие люди это совершенно не так поэтому самый первый главный совет пожалуйста замените все утверждения на вопросы или гипотезы и вот часто люди вот пишут таким образом на там человек сможет зафиксировать локальную проблему своего дома двора или района в публичном пространстве на базе подробной карты города и наблюдать за ходом ее решения и вот хороший вопрос а захочет ли он вообще это дело человека и когда он захочет и почему с помощью карты и вообще зачем ему все это надо да то есть вот вопрос и главный второй совет пожалуйста когда вы будете думать над идеей своего проекта отталкивайтесь от проблемы а не от решения проект как раз голову название в разработке дает приложение которое отсылок идет к покемон гол позволяющие поймать объект культуры нужно навести смартфон на объект и приложение по точкам определить правильно ли был найден объект культуры зачем это действительно все нужно и тут еще хорошее замечание есть когда вы думаете будете о своем проекте задать следующий вопрос какова цена неделания вот вообще что произойдет если вы в этой области вообще ничего не будете делать что будет что будет через день чтобы очередь неделю через месяц что будет через год обязательно нужно проводить исследования и узнавать свою целевую аудиторию конечно же я поставил на первые первый пункт наш сайт потому что еще раз как я приводил пример да там 438 сервисов и приложений которые вообще были созданы за последние три четыре года следующий формат исследования это естественно погуглить то есть посмотреть это поисковых системах google яндекс можете еще в каких-нибудь посмотреть каким вы пользуетесь поищите как уже решается подобная проблема которую вы нашли или которые хотите решить да и 2 как бы какие проекты это делают дальше нужно сделать следующее провести опросы и про интервьюировать ваш целевую аудиторию это ссылка на видео урок вы можете посмотреть как это делается второй момент это естественно google формы вот мне кажется самый простой вариант который только есть потому что аккаунт в google есть практически у всех кто пользуется gmail и так далее да там google документами самое простое что вы можете сделать создать форму здесь опять же да там создать вопросы вариант ответов какие-то да там либо открытые ответы и потом просто с помощью ссылки делитесь в социальных сетях первое что нужно сделать когда вы начинаете интервью это расположить человека к себе следующий совет очень важно никогда не задавайте вопросы на которые можно ответить только да или нет то есть задавать только открытые вопросы и очень важный момент когда вы это все делаете обязательно записывайте это записывать это на видео на аудио либо там через просто диктофон либо на телефоне либо делать пометки естественно с разрешение человека вы не должны этого делать если человек не знает обязательно сначала спросите можно я буду записывать вас видео это вам даст большое представление о том как человек думает какие он эмоции испытывает да вы можете найти какие-то у него места которые будут связаны с какими-то инсайтами реально очень рекомендую посмотреть если вы знаете от сериала твери большого взрыва шелдон купер обязательно посмотрите там четыре минуты вопрос по теме цель интервью с помощью интервью вы должны найти действительно ли та проблема которую вы думаете существует это первый вариант и второй вариант если вы просто хотите например сделать какой-то проект для пожилых людей вы просто интервью и вы пытаетесь найти слабые места и найти то с какими проблемами люди сталкиваются после сбора всех данных вы описываете свою целевую аудиторию выявляется закономерность например результаты одного интервью да и записать на стикерах то что вы узнали какие теоретические проблемы возможны да с чем сталкивается человек например вы опросили 5 человек вы берете и записывать все это на стикерах и потом вешаете на доску и попытаетесь это объединять и попытаться понять какие общие проблемы существуют таким образом вы выйдете вы выявите закономерности которые существуют и после этого когда вы выявляете закономерности то есть какие-то общие черты вы пытаетесь объединить представление о вашей целевой аудитории кто этот человек условно говоря вы берете объединяете вот эти вот вещи, связанные с разными людьми, как бы в едином каком-то одном человеке, которым присущи вот эти ваши объединенные решения. Вы берете и создаете некую персону, реальную персону, потому что с персоной работать проще. Создание персоны – это некий портрет пользователя, обладающий ключевыми характеристиками целевой аудитории. Это в том, что вы начинаете с какого-то, с какой-то идеи. У вас есть некая гипотеза проблемы, которую вы хотите решить, да? Например, вы хотите решить что-то, какую-то проблему пожилых людей. Вы придумали эту гипотезу, например, что, не знаю, там, им там нечего делать, им надо как-то занять свободное время. То есть они не общаются со сверстниками, и у них мало общения. У вас есть такая гипотеза. Вы берете, создаете анкету онлайн и проводите опрос среди ваших знакомых, которые спрашивают, например, у своих бабушек и дедушек. Потом, например, вы идете на улицу, встречаете бабушек и дедушек, и также просите у них уделить вам несколько минут, и задаете те же вопросы. Вы собираете информацию, совмещаете ее с исследованиями, которые вы проводили, да, и потом просто делаете какие-то обобщения. И на основе этих обобщений делаете персону. То есть человек, какой возраст, чем занимается, как зовут, какие у него характеристики и так далее. Я уже сказал, что после того, как вы лучше знали вашу целевую аудиторию, точно знаете, какую проблему хотите решить, вы генерируете гипотезы решения. Вот тут, опять же, ключевое слово «гипотезы». То есть это не факт, что это решение будет правильным. Гипотеза – это предположение, что это решение будет работать. Значит, хороший вопрос. Как генерировать идеи? А если у вас нет идеи, что делать? Конечно, это не очень хорошо, но есть разные способы. Во-первых, я тут советую посмотреть запись вебинара вместе с Юлианом Спектором из Высшей школы экономики. Да, давайте подведем итоги. Вернемся к тому, что мы узнали. Итак, мы узнали, что такое социально значимый проект. Мы узнали, что такое гражданские приложения. Мы узнали, что гражданское приложение – это социально значимый проект плюс IT. Мы узнали, что такое социальное предпринимательство. Мы узнали, что такое социальный стартап, что это гражданское приложение плюс устойчивая бизнес-модель. Или поиск, скорее всего, поиск устойчивой бизнес-модели. И далее мы узнали, что есть различные типы социальных стартапов Если вы будете делать свой проект, по сути, вы будете выбирать, скорее всего, из этих вариантов Из этих шести вариантов Если вы придумаете что-то новое, круто, но, скорее всего, это будет входить в одно из этого То есть, либо это сайт, лонгрид лендинги, либо это мобильные приложения Либо это чат-боты, либо это краудсорсинговые платформы Либо это виртуальная дополненная реальность, либо это гибридные решения Гибридные решения – это как варианты про паспорт, которые вы можете заполнить и распечатать Либо это про шрифт, как вы помните пример Далее вы начинаете поиск и определение проблемы Вы находите близко к вам целевой аудитории, составляете анкету и проводите опрос Далее проводите по возможности глубинное интервью и используете металлогию дизайн-мышления Вы используете метод персон, чтобы лучше описать вашу аудиторию и обобщить то, что вы сделали, те выводы, которые вы собрали И на основе полученных данных вы генерируете решение гипотезы Опять же, их должно быть несколько, не одну, несколько Вот домашнее задание Итак, первая часть Домашнее задание посвящено поиску и определению проблемы и формированию гипотезы Весело вам будет, почему? Потому что вам нужно будет сделать На примере своего проекта, на котором вы хотите работать Если у вас нет идеи проекта, берете любой проект Например, на нашем сайте, где я говорил, в списке приложения И на его примере расписываете Значит, первое Какую проблему решает проект? Как она решается? То есть, если вы будете отвечать по одному слову, да То есть, это все будет как бы для вас, да То есть, чем подробнее вы это напишете, тем подробнее и лучше будет для вас Вы же делаете свой проект, правильно? Дальше Как она решается? Как проходит коммуникация с пользователями? То есть, что вы делаете? Каким образом? Кто, на ваш взгляд, твива аудитория этого социального проекта? Какие эмоции стремится вызвать данный социальный проект? Я именно здесь говорю про социальный проект, не про социальный стартап Мы сейчас не говорим про бизнес-модель Мы говорим про то, как проекты решают какую-то важную поставленную задачу С помощью IT-технологии и интернета Вы пока можете ошибаться, да Делать предпосылки какие-то насчет вашего проекта Но я вам советую сделать вот эти вопросы, да Применить к нескольким существующим проектам И просто реально выбрать из списка И сделать это на примере существующих А потом на примере своего будущего Ответьте на вопросы Основная проблема, которая решает ваш проект То есть вот вы, когда все сделаете, то, что мы сегодня проговорили, да Вот потом вы берете это все, формируете вот в таком виде Как ответ на вопрос Первое, значит, основная проблема Второе, где основная боль, которая снимает ваш проект Между понятием проблемы и боли здесь есть некая разница Вот я хочу, чтобы вы сами поняли, какая она Далее, как звучит основная гипотеза вашего социального проекта Да, то есть как решить То есть в смысле в каком виде будет решение Дальше, опишите персону вашего социального стартапа Еще раз, на данном этапе неважно, есть ли у вас устойчивая бизнес-модель Нет, вообще не думайте об этом Вы думайте только о проблеме и о гипотезе решения Дальше, какова основная функция вашего IT-решения То есть какой эффект должно оказывать это решение на пользователя Уровень образования и владения техникой вашей целевой аудитории То есть, условно говоря, если вы создаете чат-боты для людей старше 18 лет Явно это работать не будет Да, то есть вы должны понимать, как ваша целевая аудитория взаимодействует с пользователями И, собственно, с технологиями, насколько им удобно это будет делать И последний вопрос Какова информационная экосистема пользователя Что, когда и как он получает контент Создайте Google-формы, проведите опрос целевой аудитории вашего проекта Используйте вопросы, на которые нельзя ответить да-нет То есть открытые, да, и оптимальное число вопросов 5-7 Пожалуйста, если вы, ну, как бы, можете предоставить эту форму И опубликовать ее в группе, будет классно Все, спасибо, тогда на связи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!